друзья всем привет сегодня у нас очень необычный выпуск связанный с упаковкой упаковкой вот этой всей красоты для того чтобы отправлять конечно это все мы отправлять не будем отправлять будем вот этого красавца короля антуриумов антуриум вечи вот покажу его поближе вот такой вот суперский классный экземпляр с растущими корнями тут в общем-то вот все понятно интересно у него кстати корни даже на поверхность вылазит но не суть очень много мне пришла просьба о том чтобы показать как упаковывать я решил что сниму видео именно для сегодняшней упаковки потому что это очень непростая упаковка помимо того что это довольно дорогостоящие растения она еще едет по очень непростому маршруту очень непростому маршруту в июле поэтому упаковка будет довольно сложная я использую для упаковки максимально всегда бумажные материалы причем я стараюсь их использовать многократно когда есть такая возможность то есть какие-то коробки там вот такие вот которых множество у нас всегда вот такие вот стараясь ничего не выбрасывается все это хранить для того чтобы можно было максимальное количество раз это все отправлять отправлять и отправлять использовать потому что это бумага это вы хоть и возобновляемый ресурс но все равно но все равно хорошо тогда расскажу в общем у нас сегодня упаковка будет трехслойная сначала это будет вот такая вот относительно небольшая общая коробочка который будет помещаться вот в такую чуть большую коробку и снаружи это все будет еще дополнительно делаться более жесткий каркас из жесткой жесткого картона и пенопласта для того чтобы максимально сохранить нам растения в том случае если растение будет ехать по жаре да и пенопласт принято решение было но и именно снаружи делать это такую наружную упаковку для того чтобы он принимал на себя скажем так все первые невзгоды связанные с температурой что ж начнем уже показывал вот в общем то еще посмотрите первое на что нужно обратить внимание это на влажность субстратов которым вы отправляете растение это очень важно потому что сухое растение доезжает куда лучше чем мокрое если вы отправляете в мокром субстрате практически стопроцентная вероятность того что корни у нас гниют может быть не все но большая их часть и особенно в питающих мелких корешков это очень важно поэтому отправляем в сухом субстрате неделю даже полторы он у вас прекрасно перенесет при хорошей упаковке с корнями ничего не случится листья чуть-чуть могут подвянуть но это совсем не страшно по сравнению с тем что может случиться если корни будут гнилые гнилые вот здесь у нас сухой субстрат я оставил его чуть-чуть влажным но даже знаете это вот я бы сказал это влажность подсушенного мха как бы странно это не звучало то есть он сухой но он не настолько сухой чтобы ломаться он не ломается он сохраняет вот сейчас поближе покажу вот видите он такой то есть это влажность живого мха сфагнума и эта влажность не ее не будет достаточно для того чтобы он гнил но она даст ему немножко буфера мелким всасывающим корешка вот закрывать как-то специально горшок вот это вот верхушка чем-то там скотчем перематывать совершенно не нужно потому что это мог растение хорошо держится то есть вот я переворачиваю его ему ничего не будет ничего не вылазит если можно оставить горшок открытым я его всегда оставляю открытым для того чтобы в нем не было конденсата это очень важно единственное что я сделаю я немножко сверху бумажными полотенцами проложу опять же в плане буфера они будут в себя впитывать дополнительно влагу то есть я их не буду фиксировать я просто их вот так вот наложу сверху чуть-чуть они с одной стороны не дадут слишком сильно испаряться с другой стороны это тот же буфер который они дышат они дышат потому что это бумага все больше как-то нет необходимости совершенно это фиксировать что-то вот с этим делать листья у этого антуриума достаточно плотные вот вы видите они плотные они жесткие и они плотно прилегают к показать вот так к черешкам то есть это в принципе листья которые легко укладываются штабелями скажем так поэтому дополнительно защищать вот этот вот 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 это вот я не буду если вы отправляете растения где плотный черешок но и плотный лист который вот перпендикулярно вот так вот лежит то конечно же я всегда вот эту вот часть стараюсь защитить либо перемотать вот так вот салфетками тем же если еще что-нибудь потому что когда мы будем это все утрамбовывать в коробку то эта часть может сломаться но в данном случае совершенно не актуально потому что антуриум вечер не из тех товарищей которые будут ломаться так основная мысль идея которая нам нужно всегда который нам нужно всегда соответствовать в рамках упаковки упаковываем максимально плотно все кому я отправлял все знают вот это мое сравнение что коробка можно играть футбол конечно мы играть футбол ей не нужно не будем ей но что совершенно точно растение там не должно никак перемещаться оно должно быть очень-очень плотно утрамбовано потому что это тоже буфер в том случае если эта коробка будет немножко вот так вот повреждаться там еще что-то ее будут кантовать скажем так чем плотнее там растение лежит тем больше у нас есть возможности надежды на то что он доедет в целости и сохранности обычно я использую бумажную крошку вот в таком плане вот в этот раз в связи с тем что как я уже сказал у нас такой сложный будет переезд у растения а вот эта бумажная крошка которую я иду в принципе она вся вот такая вот она недостаточно гигроскопична поэтому я решил что я буду ее использовать в перемешку с обычными простыми бумажными полотенцами поэтому что ж начнем первая коробка я уложил дно таким плотной бумагой и уложу его дополнительно бумажным полотенцем сейчас кто-то может сказать ага у Владимира говорить что возобновляемый ресурс нужно использовать по максимуму ресурсы и так далее и так далее это бумажное полотенце это цена это ресурсы и все такое всегда нужно руководствоваться логикой процесса когда можно это заменить то это нужно заменять как я делаю вот с коробкой например такая коробочка достаточно старая сами видите вот но не все можно полностью заменить не всегда можно найти какую-то альтернативу поэтому здесь вот вот эта вот грань которую обязательно нужно соблюдать тем более как я уже говорил растение дорогое и наша задача здесь не только сохранить природу но также и сохранить растение это это очень важно естественно так смотрите следующий вопрос который может возникнуть как же так вот там что-то не умещается чем больше у нас коробка тем больше эта коробка будет подвержена механическим воздействиям не забывайте что все логистические компании руководствуются определенными критериями как они располагают коробки своих внутренних там ну во время перевозки поэтому чем больше коробка тем больше шанс того что она пойдет вниз куда-то и на ней еще будут штабелями куча всего поэтому когда можно уложить растения в меньшую коробку лучше укладывать растения в меньшую коробку в этом случае у нас будет больше шансов на то что оно у нас поедет в середине либо сверху понятно что всегда можно будет там дополнительно усилить еще что-то но это нагрузка опять же на те же ресурсы потому что мелкое растение отправлять в огромные упаковки это тоже та же бумага тот же упаковочный материал который больше используем ну и с другой стороны в том числе это еще и стоимость потому что одно дело если там я из Москвы буду это отправлять во Владимир где в общем-то можно пешком дойти если взять с собой котонку еды и быть готовым идти неделю шучу конечно а другое дело отправлять куда-то далеко в Владивосток в Хабаровск например поэтому руководствуем сегодня так плотненько утрамбовываю смотрите вот эти листья они все прекрасно очень хорошо они упаковываются внутрь им ничего не будет и даже вот этот большой лист мы его просто вот так вот повернем и все то есть вот никакого излома ничего нет и так так вот о чем я говорил немножко прервался у меня перегрелся телефон вот говорил о том что вот с этим листом ничего не будет потому что он видите он легко совершенно подвергается формовке что называется поэтому не страшно если он у нас чуть-чуть мы его согнем аккуратненько единственное что я всегда в таких случаях стараюсь предупредить это максимально сохранить поверхность листовой пластинки который может тереться и чуть-чуть повреждаться это просто чисто такие эстетические моменты поэтому для таких случаев я использую вот такой вот мягонький мягонький материал называется он синтепух премиум вот его нужно немножко вот так вот сбить и я прокладываю им места где лист соприкасается с коробкой там с другими листьями там еще что-то это мне кажется вот так вот мне кажется что это позволяет немножко листочку доехать в чуть лучшем состоянии чем если бы без этой штуки вот еще такой момент смотрите в плане сухого перемещения что тоже очень хорошо он у нас буквально через несколько часов либо там через сутки немножко потеряет турбор поэтому вот это вот все вот это все оно будет только нам во благо поэтому будет уже не такой плотный поэтому совсем нет никакого виска какого-то повреждения листочка вот так я его прижал чтобы он не выпрыгивал вот видите то есть он просто согнулся вот но никакого излома здесь нету так листочек под ним тоже положу синтепона там угол поэтому пусть лучше так там где можно начать утрамбовывать начинаем аккуратненько потихонечку утрамбовывать так вот этот лист у нас видите он лежит боком тут достаточно места чтобы вот его вот так вот и упаковать как он лежит хочется так пожалуйста так так же добавлю все теплона кстати наши с вами друзья активно используют я про эквадорцев активно очень используют синтепон для особо нежных листочков таких как вирукозума например то есть у них вирукозума всегда приходят обложенные вот так вот со всех сторон вот этим синтепоном ну это конечно не помогает им потому что как вы помните все пушистые вот эти вот растения они переносят очень плохо подъезд так вот смотрите достаточно плотно и вот сейчас уже когда это все плотно упаковано вот сделать вот так не страшно потому что растение уже держится оно пружинит так у нас как вы заметили вот здесь вот место но в этом месте у нас ничего нет поэтому добавлю туда просто полотенце там горшок самое правильное в упаковке всегда нужно помнить один важный момент никакой экономии материалов вот вообще не должна быть экономия материалов не должно быть такого что там у вас что-то закончилось этого нету ну ладно нет это так не работает обязательно максимально плотно все упаковываем так здесь у нас горшок помните так первый этап такой самый сложный этап у нас практически подошел к концу ну ну еще она такая классная розовая стильная хотя я не знаю как там сейчас у нас с цветом я давно не смотрел но пантов поэтому этот речь у нас король едет к очень стильному модному покупателю поэтому может быть конечно если он в теме именно цветов может быть он не оценит этот розовый цвет я не знаю что это фуксия или что но но главное чтобы растение доехало так 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 у нас такими дорогими идет ларабис обязательно так хорошо первый этап как я уже говорил у нас закончен растение упаковано очень плотно как вы можете видеть оно там ничего с ним не происходит вот видите так и эту первую коробку я тоже хочу упаковать скотчем так помните да о том что материал такие не экономим это очень важно сколько нужно столько нужно использовать а несколько есть если мало значит нужно купить еще так первая упаковка у нас готова дальше дальше я беру упаковку чуть больше размером на одной упаковке я положу дополнительно твердый лист картона потому что упаковка сборная здесь хоть и все заклеено но лучше сделать так и кладу сюда нашу коробку она идеально подходит вот эти пустоты я также заполню бумагу и еще важный момент что это все бумага вы помните да что у нас это живое растение поэтому нам нужен какой-то такой гигроскопичный буфер дышащий который позволит растению перенести все невзгоды так окей хорошо эта часть у нас закончена растение там очень плотно лежит коробку в коробке лежит и теперь закрываем эту часть у меня коробка такая вот специфичная с такими замками у нас есть у нас и и и и и и и она чуть больше чем там поэтому вот здесь я тоже идет прикрою и каждый раз напоминаю о том что растение едет далеко по очень непростому маршруту я бы сказал даже маршрут более непростой чем хабаровск поэтому собственно в том числе и такая упаковка защищаем края сконча в работе с такими коробками да в принципе я думаю с любыми наверное бумаги очень важно защищать вот так под края скотч придают плотности углам так и следующий последний предпоследний этап у нас это так называемая обрешетка из пенопласта который позволит нам максимально растения вот этому пенопласту немножко аккумулировать на себе температуру воздуха снаружи напомню что сейчас июль очень жарко поэтому нам нужно сделать максимальный температурный буфер в том числе так уж вышло что в россии у нас нет компаний которые предоставляют температурную транспортировку таких грузов как растения физическим лицам скажем так там и юридическим тоже множество вопросов конечно но с растениями у нас не очень дела стоят в этом ключе поэтому поэтому придумываем сами но можно было конечно чуть получше рассчитать размер чтобы вот этих вот таких не образовалось но мы люди гуманитарные инженеры на будущее на будущее нужно можно просчитывать и вот эти вот моменты вы уже поняли что мы планта кота подходим очень очень максимально основательно почему я использовал бумажный скотч для этих краев я так подумал что он просто более плотный поэтому он создает знаете вот эти вот углы в том числе все предпоследний этап готов и последний этап самый у нас это упаковка упаковка для этого у меня есть вот такая пленка стрейч пленка которой я сейчас эту коробочку и упакую так готова готова ну и последний этап это опять снова и снова твоя коробки многие скажут относительно того как же там у нас будет растение в такой герметичной упаковки отвечу вам прекрасно там будет растение воздух ему достаточно для двух недель транспортировки так готова упаковка готова как видите последний штрих для красоты для того чтобы коров коробочку было хорошо видно чтобы ее все видели замечали чтобы она бросалась глаза со стороны они просто как знаете какая зеленая нечто я всегда стараюсь я всегда стараюсь как это говорят придать такую вот изюминку какую-то индивидуальности что ж вот у нас готова упаковка антуриума вейча дорогого растения который поедет как я говорил по очень непростому маршруту в июле поедет он скорее всего ну наверное около недели может быть больше может быть меньше но но фактически в этой коробке он у нас и две недели проедет осталось взвесить рассчитать все поедет он у нас с деком вот такая вот красивая коробочка вот планта кота пишите как обычно ваши комментарии задавайте вопросы буду очень рад на них ответить пока пока всем а